Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 386, а вам слабо? Привет, друзья! Этот выпуск будет нашим последним в уходящем году, поэтому начнём с поздравлений! Поздравляем всех вас с наступающим Новым Годом! Желаем, чтобы в Новом Году сбылось всё то, что не сбылось в Старом! И чтобы в Новом Году каждый из нас стал немного лучше, умнее и, главное, счастливее! Ура! А сейчас давайте завершим наш учебный год с проектом A Taste of Russian последней порцией разговорного русского языка. Говорить мы с вами будем о спорах и о том, что человек может сделать наспор. Обратите внимание на ударение во фразе «наспор». Оно приходится на предлог «на», что довольно нетипично для русского. Акцент на предлог можно встретить довольно редко. Начнём с анекдота. Как заставить человека прыгнуть с моста? Американцу нужно пообещать 100 тысяч долларов. Французу – любовь самой красивой женщины. А русскому нужно сказать, что прыгать с моста запрещено. На самом деле, склонность к необдуманным поступкам есть не только у русских людей. Мы думаем, это вообще не национальный признак. Скорее всего, он является частью общечеловеческой ранговой игры. Человек хочет показать, что он может и умеет больше, чем остальные. А значит, он лучше них и должен занимать чуть более высокое место в иерархии, так как у него более высокий ранг. Хорошим примером таких бессмысленных поступков является спорт достижений, когда он не связан с деньгами. Спортсмены тратят своё здоровье, чтобы поднять на несколько килограммов больше других. Люди съезжают на лыжах или прыгают с парашютом с опасных склонов гор. Участвуют в любительских гонках, где иногда разбиваются насмерть. В общем, возможностей испортить себе жизнь просто так масса. Слово «масса» в данном случае означает «очень много». Есть соблазн связать эти вещи с покупкой дорогих машин и часов. Но всё-таки это немного разные явления. Мерседес и швейцарские часы – это понятные всем маркеры, признаки высокого материального достатка и общественного положения. Эти вещи покупаются не только для себя, но и для того, чтобы их видели окружающие. А вот желание выжить лёжа 150 килограммов – это скорее для себя. Для того, чтобы доказать себе самому, что ты что-то можешь и чем-то лучше окружающих. Даже если никто этого не увидит. Это тоже похоже на спор, но спор с самим собой. Слово «выжить» в данном случае означает «поднять». Другими словами, поднять штангу весом 150 килограммов от груди в тренажёрном зале и с положения лёжа на скамейке. Но сегодня наш герой будет спорить не сам с собой, а с товарищем. Для того, чтобы спросить у другого человека, может ли он сделать что-то необычное, в разговорном русском языке существует выражение «А тебе слабо?» или «А вам слабо?» Так и называется наш выпуск. Снова обратите внимание на ударение в слове «слабо». С ударением на первый слог «слабо» – это противоположное слово, антоним к слову «сильно». К примеру, ветер дул очень слабо, то есть совсем не сильно, его было еле заметно. А вот «слабо» значит «а можешь ли ты это сделать?» Например, «а слабо тебе перепрыгнуть этот ручей?» На российском телевидении в 90-е годы была передача под названием «А вам слабо?» В этой программе жители России пытались поставить какой-то рекорд или сделать то, чего не могут другие. Лично мне запомнился мужчина, который несколько раз подряд забрасывал мяч в баскетбольное кольцо с противоположного конца поля. Наверное, такого таланта с удовольствием взяли бы в любую команду Национальной баскетбольной ассоциации США. А сейчас давайте послушаем диалог и приступим к объяснению всех непонятных слов и выражений. Итак, поехали! Степан, здорово! Идешь на корпоратив? Или сольешься, как обычно? Валера, привет! Рад бы нарушить традицию слива, но что-то прихватило меня. Ты как обычно, все не слава богу. Ну да, пошли мы недавно на рыбалку по первому льду, к Михалычу на дачу. У него дача с сауной на берегу реки. Но мы лунок насверлили, да поймали три окуня только, плюнули и пошли в баню париться. Пока звучит неплохо, продолжай. Сидим мы, пиво попиваем, в ус не дуем, А Михалыча спрашивает, сколько ты в сауне просидишь? А я отвечаю, минут десять. Говорит, давай забьемся, что не просидишь. Ну а я что, мне же не слабо? Вроде десять минут, это по-божески, ничего страшного. Ага, только он натопил там, что уши в трубочку сворачиваются. Градусов сто двадцать, наверное. Ну, я шапку одел, высидел. Так он говорит, давай пятнадцать минут. Я пятнадцать осилил. На двадцать уже не полез. И так уже тяжело было. И главное, спорили-то на щелбан. Как вспомню, сразу думаю, какой я дятел. Да, ты как Марти Макфлай из фильма «Назад в будущее». Только он там поумнел потом. Ну а заболел-то как? От сауны, если только слабость пару дней и все. Так там еще и прорубь была. Мы и там на слабой сидели. Да, ума оповато у тебя. Тоже на щелбан спорили? Точно. Михалыч выиграл. Только он с температурой сразу слег на следующий день. Как бы не отметить ему Новый год с градусником под мышкой. Пожалуй, игра не стоила свеч. Спасибо, капитан Очевидность. Я и сам думаю, какой я балбес. Постараюсь-таки до корпоративов в себя прийти. Как всегда, полную версию этого подкаста вы найдете на нашем сайте torpod.com Чтобы подписаться на все выпуски, необходимо зайти на страничку Membership Options Page. Там вы увидите массу способов оплаты, начиная от PayPal и заканчивая различными карточками Visa, MasterCard и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите предложить тему для будущих подкастов, пишите нам на tasteofrussian.gmail.com До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok